приветствуем их войны с вами снова иного продолжаем знакомство с рок-теком теперь смотрим какая у нас миссия одна ну пусть будет одна смотрим здесь в описании всегда пишут против кого ты будешь воевать вот этот значок означает что это местные планетанное правительство нас нанимает здесь написано против кого вот а против а ну пиратов короче вот этих вот ребят марийская гегемония аса я качаю всегда у тех кто будут нормально биться у них ас прокачан в первую очередь чтобы можно было с максимальной точностью стрелять когда наступает ваш ход вы сначала стреляете с максимальной точностью а потом можете передвигаться и так получается наиболее точные выстрелы у нас денег хватает не хватает предметов поэтому я буду биться за трофеи и так сейчас вы увидите как я веду бой вначале самый первый ход я пропускаю проматываю до первой фазы верху слева видите фаза 1 в рок теке 30 фаз с 30 до 1 то есть первое это самое последнее получается теме и которые быстрее ходят впервые ну и пилота если прокачаны еще первее если оборудование стоит там типа двигатель быстрый еще первее то есть этот многих факторов зависит как быстро будет вот инициатива как быстро будет ходить пилот так делаешь цели подводим гарнизон понятно все будет здесь где-то находиться из противников смотрю подступы думаю как противник примерно будет подходить ко мне противник может так подойти тогда будет преимущество по высоте у него есть противник выше а ты ниже у него будет плюс к точности здесь он тоже можно пропал уйти и я бы здесь не хотел идти потому что здесь кресел турели будет стоять и я бы хотел разделить турели от противников поэтому возможно я буду аккуратно заходить со стороны клави с помощью клавиш альт я могу сетку такую сделать держу клавишу альты и вижу можно здесь вообще подходить проходить похоже что можно примерно ровно линейно поднимается высота значит можно будет пехом пройти всем поперли кстати в первом ходу в рак теке вы можете здесь прочесть все сенсор отключены и у тебя и у противников чтобы вы не могли друг друга засечь или увидеть это нужно не только для того чтобы вы были слепые но и чтобы противники в первом ходу не могли вас не увидеть не пострелять вас по своему опыту кстати могу сказать что если вы достаточно быстрые быстрые и сможете приблизиться настолько противнику сможете приблизиться к нему на расстояние визуального познавания то есть где-то вот вот на такой круг подбежите увидите его тогда вы сможете по нему стрельнуть отчасти поэтому я и промотал все ходы до последнего чтобы пропустить противника сказать вперед потому что он точно ко мне бы не под не подобрался а я возможно смог бы ну не с этими однищинскими мехами так хожу лицом суда смотрю на всякий случай если противник отсюда появится я не успею походить чтобы я хотя бы лицом принимал они боком ну или задом еще хуже потому что я если ты задом к нему стоишь или боком в противнику легче по тебе попасть сейчас я думаю они не успеют ко мне прийти поэтому я опять буду проматывать такой тактический ход такое ощущение будто они вообще не ходили теперь мне нужно мне нужно так подобраться чтобы сенсоры обнаружили противника но турели по мне не могли еще стрелять мне нужно понять где эти мелкие говнюки если они они это здание отлично кстати в рук таки точность немного по-иному просчитывается то есть 50 или 54 47 это хорошая точность даже если 20 процентов будет допустим на всех 20 процентов то скорее всего хотя бы один лазер но попадет вот так здесь смотрите точно скажется стремный я стреляю на одно попадание есть ну нормально я как бы согласен с этим хотя бывают исключения но в целом нормально с этим можно жить окей опять подбираемся кстати не прямая не прямая наводка уже в рок таки не прямая наводка ну расстояние по-другому немного определяется хотя данный момент точно так же как ванили просто в рок таки можно уметь даже под тем целям которые никто из твоих еще не видит а только на расстоянии определение сенсоров окей опять проматываем сейчас у меня задача понять где эти гребаные противники причина почему их не вижу во первых из-за того что в рок таки по-другому сейчас система блин мои не успевают надо куда-то прибежать но одновременно спрятаться в рок таки система по-другому просчитывает как далеко мы можем видеть это отдельного видоса достойно сейчас я в лесу остановлюсь не здесь а в лесу потому что находясь в лесу тебя обнаруживают тяжелее а если обнаружат попадают хуже то есть и защита выше и найти тебя обнаружить сложнее когда ты в лесу остановился а я не хочу быть быстро обнаруженным правда насколько я помню и я сам хуже сенсорами засекаю находясь в лесу но моя шкура мне важнее вообще пока отключим кстати нагрева видите ноль хоть проценты маленьким и ничего не теряем поэтому стрельнем попали кстати смотрите хоп-хоп dead fire патроны обхоп обратно вот это очень крутая фишка это просто шикарная вещь можно бы камень переключать процент маленький хотя вот у этого один из процентов довольно неплохо смотрите кажется что очень мало но пару ракет точно попадут я надеюсь ну ладно сколько-то попал пока у нас достаточно рафтеры о лакуст обратить внимание какую информацию мы можем увидеть 20 тонн лакуст пп означает пиратский то есть стрёмный аналог слова стрёмный так сказать пиратское оборудование чаще всего может даже сама взрываться и по-разному вести себя плохо сейчас я появился еще один light стримит скорее всего огнеметы слишком далеко огнеметы ну и он тоже днищенский как ну как мех как пилот вообще так как противник меня засек скорее всего турельки по мне тоже будут стрелять но мне сейчас выбор либо подойти стрельнуть ну тогда я буду ближе к турелькам либо пропустить всех и потом только подходить я пропущу всех это возможно тур или уже начинает стрелять но зато я чуть подальше от них поэтому они менее точно по мне будут стрелять пропускаем все теперь мы можем любым ходить на выбор и по-любому из тех кто остался скорее всего я буду стрелять либо по турели либо потому кто уже по мне стрелял потому что все остальные если они не стреляли они в защиту скорее всего ушли так что fire starter будет нашей целью турельки чаще всего стреляют последними за своей скорости наверно поэтому я не боюсь спиной встать к турели чуть-чуть боюсь но все-таки не очень ради того чтобы постараться спину забрать fire starter смотрите медпульс какая точность нагрев конский но если мы подведем сюда смотрите сколько у него спине и в полуторсах брони видите вот здесь вообще почти ничего пару выстрелов снесут ему это дело мы реально можем сейчас его даже абсолютно стоило там тебе место на дне и так центурион ханч требуше требуше кстати неплохо может валить турели из-за особенностей рок-тека мы не можем на непрокаченных мехах на мехах которых стрёмные сенсоры увидеть толком информацию по объектам иногда можем увидеть особенности близко пойдем но не с таким вряд ли с таким стрёмным оборудованием что-то получится ладно будем рашить раз уже битва началась нужно поскорее всем включиться в бой 40 1123 40 по зданию здание мы вообще трогать пока не будем важно что-то сделать с противником если а спринтом подбегу у меня будет у ворота больше смотрим точность хорошая точность но это не спина это только бог нет неплохая 75 тонн значит у него много очень брони и нам нужно будет несколько залпов чтобы снести судя по всему выгоднее всего поэтому чуваку стрельнуть нагрев есть поэтому я убираю одну с маленьким процентом чтобы получить меньше сейчас нагрева потому что в боково стрелять ну смысле не так уж и много поэтому нужно поберечь себя гречи нагрев для лучших шансов это требуше сейчас тоже будет стремно стрелять судя по всему 540 28 нет 23 нет 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 28 турель 23 турель в ближнюю турель стреляю я не стреляю dead fire потому что там заведомо будет на таком расстоянии меньше точность пофигу у него с рынке были зажигательные окей не очень хорошо увидите осирис нас первый ходит так как в принципе мы сейчас никому не можем спину встать потому что нас туда расстреляют этот ход мы спрячемся куда-нибудь причем из-за того что у нас стабильность чуть-чуть страдает сейчас мы не спринтом побежим потому что спринт вниз не убавит вообще стабильность обычным шагом благо что мы быстро бегаем и в лесу теперь мы остынем и стабильность вернем исходное состояние стабильность важно поддерживать низкой иначе ворот вот эти шевроны у ворота пропадут и нас быстро по нам очень легко будут попадать возможно я постреляю по нему стоя на месте точность высокая есть шанс даже его от него избавиться 40 для ракет это неплохая точность поехали попробовать что ты мы снесем может быть по звукам можно определить произошло что-нибудь или нет и из-за оса мы теперь спрячемся от турелек цент центурион центурион ничего сейчас никому не сможет сделать с этой позиции плохая точность пропустим ход хань спокойному спокойно может в лицо принимать потому что мы броню им всем подняли но это стремно турелька уж лучше лазить на в случае ракетами мелкий урон по всему телу размазывать чем 25 этом 20 урона строчку медики 20 25 наносит это 5 а требуше но требуше опять никого не может уничтожить поэтому я не буду им ими ходить до самого конца вот теперь теперь надо ими походить хоть что-то сделать может ли требуше лакуста ну-ка если переключаются кстати патроны вот в этой части экрана если нажимать то есть если в этой части нажимаете то это отключение а вот здесь а вот это еще здесь начинаются уже переключение пока если доступно 20 23 нет 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 лакуст нет 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 лакуст только лакуста чуть-чуть его поразмазываем тем более у лакустов на таком количестве черепов в такой месте то есть не особо много жизней возможно мы сможем что-то с ним сделать с помощью центуриона сейчас я не спринтом подхожу не в упор обычным шагом чтобы штраф на точность был поменьше вот здесь муфт селф типа я сам передвинулся штраф только один себе спринтом подбежал то штраф был бы два они не факт что я бы точнее стрелял по нему из-за близкого расстояния другие пока нету нагрев очень большой поэтому надо отключить то что вряд ли попадет чтобы пока сбавить нагреву ну вот так допустим спокойно брони 60 50 на самом деле достаточно много вот эти это пулеметы скорее всего а это мидаг стандартный лакуст сколько-то нанесется в этом ходу в следующем я постараюсь кого-то одного хотя бы травмировать лакуста в осу господи оса да сам треку вряд ли чё-то с ней сделаю потому что мы слишком далеко так по ситуации смотрим он реально камни так близко решил подойти вот ему конец он и стрельнул и подошел означает что он сейчас не просто не проставил защиту да он в лесу у него есть лесная таскать защита но мы можем его огреть всеми цветами радуги и вот в спину моему пройдемся по росту клетанула хорошо видите это самым максимальной сложности я поставил я brutal поставила сложность когда оставил мод и спинками самый последний самую последнюю сложность и тем не менее вот так сейчас играется однако не обращайтесь это пол черепа в периферии то есть от самой днищенские мехи на самой легкой сложности и уже сейчас мне приходится думать что делать в принципе у воротов хватает поэтому я дам всем противникам пойти может быть может быть 1 вперед выдвину чтобы крепыша какого-нибудь фокус или вот так вперед я не хочу чтобы моего осилиса били поэтому выставлю этого об 4 шеврона и еще довольно дополнительно защиту выставляю из 3 на по кому-то из этих стурелек чтобы показать что я мол опасен что надо меня фокусить и таким образом выберу кого они будут стрелять по кому они будут стрелять у это было хорошо 1 2 2 турели осталось и один мелкаж может быть кто-то где-то еще будет пока мы здесь видим что ориенфорции не было как мне никогда не пришло это хорошо есть шанс что мы следующем ходу убираем турель может быть убираем фоспо так в принципе можно пропустить сейчас до конца все и пошли в наступление центре он или требуше требуше размягчает центре он пробивает так как требуше наносит много мелкого урона он хорошо может и критовать значит мы должны вскрыть броню кем-то сначала у этого и чувака есть медак поэтому я им сначала схожу и кстати мы приближаемся границы перегрева важно не перегреться но вот смотрите он скоро загнется кстати можно в принципе попроще с ним быть поэтому я сэкономлю нагрев если он час не согнется я лур маме его еще закидаю engine destroyed это еще не destroyed потому что можно багом назвать это просто означает что кританула но ему уже недолго осталось потому что кстати можем отдать фаером забить посмотрите кстати видите вот этот белая линия это оптимальная дальность вот это черно это 180 метров а дальше уже пошел там другой раньше лонговый экстремальный если я выставляю dead fire то здесь вот уже другое другая линия показана вот это вот оптимальная дальность dead fire но лормов с бака какая точность вот 40 это хорошая полотенник тоже отлично надеюсь что сейчас мы его до пробьем тут в принципе даже его не нужно уничтожать можно просто критануть engine engine двигателя отлично пока идет все по плану мы по моему по какой-то из этой а вот это с медаками она мне не понравилось поэтому я буду ее фокусить ханчон причем как я смогу здесь попасть по ней не видно вот так могу вот так не могу вот так лучше будет но перепад высот очень высокий очень большой то есть возможно я с места стрельну сразу по тебе чтобы получить максимальную точность без штрафов нахожу на нахождение включаем защиту она же кстати и снимет полностью стабильность и пройдем поближе мы вообще здесь можем пройти в будущем попробуем у это что на это взорваны осирис осирис может попытаться до уничтожить эту турель тем более что у нас ерме такие они с повышенной дальностью и кстати осирис чем примечателен у него только энергетическое оружие если у центуриона и требуше им опасно перегреваться потому что пока может рвануть осирис этого не боится у отлично первый перегрев вот как сейчас будет первый перегрев шанс шатдауна является 8 процентов только 8 если я опять буду оставаться в перегреве на следующем ходу шанс повышается где-то до 27 и следующий шанс опять и тех же условиях повышается до пятидесяти трех где-то потом уже 80 шанс 80 процентов что в шатдаун то есть там будет бросок на шатдаун ну все мы рашем теперь валим турели турели так как они стоят на месте точность должна быть достаточно высокой но сейчас стремная точность это из-за нищенского меха и пилота тоже это чё было 1 лурма или тандерболк требуше о требуше по лурминка мы с места поехали отлично я думал понадобится чем-то еще подбавлять но справились и одним мехом жизни дофига поэтому я раш вперед так я мог бы его где-то позади оставлять лормовика красиво чё это было осирис так у нас противник только один остался сейчас мы все-таки пропустим до конца чтобы посмотреть сколько еще сколькими мехами мы в этом ходу в этом раунде можем еще ходить о все то я даже пойду ва-банк приближусь на максимум и стрельну из всех орудий потому что самое худшее что с ним сможет случиться смехом у него броня не пострадает не структура не броня он только в шатдаун может упасть вот кстати если шкала до достигает самые критичные отметки то есть до самого конца то мех автоматов что да он падает нам этого не нужно здесь там не доходит еще поэтому сейчас когда я стрельнул мой мех может еще не упасть сюда он после этого шанса дауна сейчас где-то 27 процентов идет бросок на садо он саксов то есть мы еще двигаемся все переходим на уничтожение главной цели я добавляю еще клавишу пробел чтобы быстрее ход проходил и сейчас ракеты быстрее летели из-за того что на пробел нажал все спасибо что смотрели со мной миссию спасибо что досмотрели мой гайд до конца хорошего всем дня и до встречи на полях сражений